Здравствуйте, дорогие друзья! К нам поступил очень интересный вопрос. Вопрос на тему бетахона, упования во Всевышнего. Как можно, вот Тора говорит, вот я должен сделать все, что от меня зависит, а затем Всевышний мне помогает и дает мне результаты. Как в это можно поверить? Как этому можно обучиться? Это ведь так сложно. Первый вопрос. Второй вопрос. Вот эти вот постоянные вот взлет духовный, падение духовное, вот этот духовный рост, это так сложно. Как вот этому обучиться? Как это все, вот как с этим жить? Как с этим справляться? Я хотел бы очень коротко вам ответить немножко, и вы мне скажите, что вы думаете в своих комментариях. Пишет один из величайших раввинов последних десятилетий, Репшлойма Гоффман, в своей книге. Он обращает внимание на то, что когда ребенок рождается, он не приспособлен к жизни. Он не может даже сам поесть. И что происходит? Он плачет и кричит, и ждет помощи. Он уповает, ну давайте кто-то, спасите меня. Приходит его мама, и начинает его кормить. И каждый раз, когда у ребенка просыпается чувство голода, он ждет свою маму. Мамочка, спаси меня. Упование на маму. Когда он подрастает, он видит, что в семье есть папа, который охотник, добытчик. Он приносит в наше время зарплату. Ну, в те времена он был охотником, добытчиком. В наше время он зарплату приносит. И он видит, что мама зависит от папы. И он уже на папу надеется, и на маму надеется. На вопрос, как же научиться надеяться на Всевышнего, ответ, что мы уже это умеем. С первого нашего дня, с первой секунды, вот когда мы только появились на свет, мы уже надеемся на маму с папой. Это прошивка у нас внутри надеется на кого-то. И не нужно этому, в принципе, так сильно обучаться, потому что мы это все уже пережили. И мы это все умеем глубоко внутри, в подсознании, в душе. Мы умеем уповать на Всевышнего. Потому что с самого первого дня Всевышний сделал так, что ребенок не может никак прожить, а только с помощью кого-то другого, на которого он так надеется и которому он так рад. И наша задача, когда мы уже выросли и стали уже взрослыми людьми, не терять вот это вот умение уповать на кого-то, а направить его на упование во Всевышнего. И так делаем все, что мы можем, а потом мы надеемся на Всевышнего. И на вопрос, а как же вот падение, постоянно вот мы взлетаем духовно, падаем духовно, это так сложно. Отвечает Репшлейм Офман, опять из нашего детства мы это все умеем. В нашем детстве, когда ребенку год, два, три, он постоянно играет с конструктором. Что это для него означает? Я что-то строю, бац, оно упало, разбилось. Я строю, разбираю. Старший брат пришел, поломал все, что я строил весь день. И я опять строю. Вот эта вот простая, казалось бы, игра в конструктор, она тоже дает ребенку в самом начале его жизни понимание, что этот мир, он не такой простой. Что-то можно построить, что-то потом разрушается, что-то можно восстановить. И опять тот же самый ответ на вопрос, ну как же так, мы падаем, мы встаем, как же с этим всем, где нам взять понимание, что так нужно продолжать. А это понимание у нас есть с самого рождения, с первых лет нашей жизни, когда мы просто играли в конструктор. И мы понимали и воспитывали себя, свое подсознание, делали такую прошивку внутри себя, что все в этой жизни рушится, падает. И на то она и жизнь, чтобы мы вставали и подымались, вставали и подымались. И самое главное, что мы это умеем, и уповать на Всевышнего, и вставать, падать и вставать. И еще не нужно забывать, что говорят нам наши мудрецы, что ребенок, пока он находится у мамы в животе, он учит с ангелом всю тору. Зачем Всевышний это сделал? Зачем? Чтобы ребенок обучался, ведь он когда рождается, он все забывает. И снова нужно опять учиться. Зачем это было сделано? Чтобы человек не думал, а как же я выучу вот все эти книги? Это так много и так сложно. Не нужно отчаиваться. Ты уже это все знаешь. Ты это все уже выучил, забыл. Но ты это все уже проходил. И ты все это умеешь. Итак, на три вопроса. А как же мне уповать на Всевышнего? Да ты и так это умеешь. А как же мне вставать и падать, и снова вставать? Да ты это уже умеешь. Ты когда играл в конструктор, твое подсознание к этому приучилось. А как же мне выучить столько книг, Вавилонский талмуд, Иерусалимский талмуд? Да ты уже все проучил. Ты все можешь. И на все у тебя хватает сил. И с Божьей помощью все у тебя получится. Спасибо огромное за внимание.